Первая говорящая чихуахуа Софи Привет! С вами первая говорящая собака видеоблогер Чихуахуа Софи И сегодня я бы хотела рассказать об уходе за глазами собак и в том числе чихуахуа Софиш, что сейчас будем делать? Только не говори, что мыть глаза Мам, нет, пожалуйста, мам, нет Нее-ееет! А-а-а! На самом деле, все совсем не так И делаю я это обычно очень редко Ну так вот, состояние глаз собаки может рассказать о многом. Чистые глазки, без выделений, покраснений, предпухлостей чаще всего демонстрируют, что собака здорова. Вообще глаза здоровой собаки практически не нуждаются в каком-либо особенном уходе. Как ухаживать за глазами постоянно для профилактики? Иногда у собак, например, после сна появляются выделения из глаз, слизистые подтеки, которые после высыхания становятся похожими на корочки. Как у людей, их необходимо удалять, так как они являются очень хорошей средой для размножения микробов, а это может привести к болезням глаз. Как ухаживать за глазами? Шаг первый. Подготовим инвентарь. Выбрать и приготовить раствор для промывания глаз. Это может быть обычная кипяченая вода, физраствор. Также некоторые используют отвар ромашки или чай, но помните, что на шерсти собак процедуры с применением заварок могут оставить темноватые следы. Я предпочитаю промывать глаза чистой, слегка теплой водичкой. Также сейчас существуют специальные лосьоны для ухода за глазами или даже специальные салфетки. Важно при выборе средства. Обязательно тщательнейшим образом изучите инструкцию к применению, если это лосьон. Не используйте для очистки кожи никаких химикатов и даже мыла, поскольку ядовитые вещества могут попасть в глаза. Выбирайте средства без антибиотиков. Лучше выбирать средства, которым можно не только обрабатывать кожу вокруг глаз, но и закапывать в сами глаза, чтобы при случайном попадании средство не нанесло вред животному. Что использовать? Подготовьте стерильные марлевые салфетки или чистые диски для снятия макияжа. Вату использовать не рекомендуется, мелкие волокна могут попасть в глаза и вызвать раздражение. Шаг 2. Тщательно помойте руки с мылом. Шаг 3. Устройтесь со своей собакой поудобнее, чтобы всем было комфортно. Шаг 4. Промывание. Как правильно? Для начала размочите корочки, если они засохли и вытрите их. Вытирать следует мягкими, осторожными движениями вокруг глаз, сверху и снизу. Будьте аккуратны и не спешите. Для каждого глаза используйте отдельный тампон. Затем можно вытереть и сухим тампоном. Затем можно вытереть и сухим тампоном. Давайте пройдемся по породам, требующим более тщательного внимания. Это три вида. Первый. С укороченной приплюсной мордой. Пекинесы, японские хины, мопсы и другие. Из-за особенности строения их морды, их слезы могут скапливаться в складках около носа и раздражать кожу. Поэтому хорошенько нужно следить за глазами и чаще очищать. Вторые. Это собаки с длинной шерстью на морде. Некоторые терьеры, шицу, шнауцеры. Необходимо регулярно осматривать глаза и обязательно убирать шерсть. А лучше вообще коротко стричь шерсть вокруг глаз и особенно в углах глаз. И третья группа. Это собаки предрасположенные к глазным проблемам. Особенно те, у которых кожные складки на морде или избыток кожи. Отвисающая нижняя вега. Это шарпей, бассетхаунды, кокерспаниели, блатхаунды. У таких пород может быть заворот века. Он может быть внутренним эктропией или внешним, направленным наружу эктропией. Иногда из-за этого развиваются такие болезни, как кератит, пересыхает роговица или собака может даже потерять зрение. Все зависит от генетики и здоровья. Порой достаточно просто ухаживать и дополнительно увлажнять глаза. Иногда необходимо хирургическое вмешательство. Но в большинстве случаев с помощью операции проблема полностью устранялась. Нормальные выделения для собаки это слезливость после сна, при весенней линьки, когда шерсть попадает в глаза, при ветреной погоде, когда в глаза может попадать пыль или песок. Но есть и ненормальные выделения, при которых срочно необходимо обратиться к ветеринару. Запомните, слишком обильные постоянные выделения это ненормально. При этом, когда выделений не слишком много, но они плохо пахнут или имеют коричневый или зеленый оттенок, это тоже плохо. Также обязательно обратиться к врачу, если вы видите, что у собаки гнойные выделения. Слишком сильные выделения из глаз могут быть вызданы разными причинами. Это постоянное раздражение, воспаление слезной железы, закупорка слезных каналов, заворот ресниц или век, неправильное строение века, аллергия. Очень часто эта проблема является следствием неправильного питания и недостаточного ухода и другие причины. Также из-за повреждения глаза, например, во время игры или драки с другими собаками и кошками или по причине попадания инородного тела в глаз. Поэтому, чтобы глаза вашей собаки оставались здоровы, их следует регулярно осматривать. И если появились подозрения на какие-то проблемы, идти к ветеринару. А также нужно обеспечивать постоянную чистоту шерсти и кожи вокруг глаз и следить за общим состоянием здоровья собаки посредством полноценного ухода и хорошего питания. Некоторые считают, что необходимо и сами глаза промывать постоянно, даже если собака здорова. Рекомендуют специальные лохионы, которыми будут промывать роговицу и конъюнктиву. Но лично я за все свои почти уже 4 года жизни никогда не промывала глаза внутри и лишь изредка промываю снаружи. Потому что если собака здорова и у нее все хорошо, зачем трогать то, что и так в нормальном состоянии? Это как с чисткой ушей. О ней вы можете посмотреть отдельное мое видео. Вы же двуногие, не станете каждый день закапывать себе глаза и мыть их изнутри, если они не больны? Так почему это нужно делать собаке? Просто следите за здоровьем и ухаживайте за своим питомцем, и все будет хорошо. С вами была первая говорящая собака-видеоблогер Чихуакуа Софи. Не забывайте про мой день рождения, который состоится 6 ноября. И мне исполнится уже целых 4 года. И сейчас в нашей группе и во всем интернете идет флешмоб с днем рождения Софи. И у каждого есть шанс попасть в видео на моем канале. Для участия нужно всего лишь, первое, снять одно простое видео, в котором вы поздравляете меня, или сделать фото поздравления. Второе, вывесить с тегом СДРЭСОФИ в своем аккаунте ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме и где угодно. Или повесить ваше поздравление в обсуждениях моей официальной группы, или прислать моей хозяйке. Контакты вы также можете найти в моей группе. Ссылка есть в описании к видео. Флешмоб длится до 1 ноября, так что торопитесь. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, смотрите видео, ставьте пальцы вверх, вступайте в мои группы. Инстаграм, Одноклассники и ВКонтакте, все ссылки есть в описании. И будет вам счастье, пока-пока. Первое, говорящая Чихуахуа Софи